здравствуйте друзья это олег на канале mbs electronics сегодня третье видео о подготовке печатной платы гравировки на станке с чпу типа cnc 3018 cnc 1610 и им подобных на китайских станках с алиэкспресс два предыдущих видео вы сможете посмотреть по ссылочкам в описании напомню что в качестве примера мы взяли несложную схему усилителя низкой частоты на микросхеме tda-2050 довольно полезная в практике схема можно использовать во многих своих самоделках и интересно что такой усилитель на микросхеме tda-2050 часто используются различными фирмами музыкальными в схемах небольших недорогих гитарных комбиков в предыдущих видео мы экспортировали печатную плату из программы deep trace формат гербер и с помощью специальной программы преобразовали эти гербер файлы формат управляющей программы для станка с чпу формат g-code я использую программу которая называется гербер ту g-code ее разрабатывает наш соотечественник и зритель нашего канала ссылка на скачивание этой программы есть в описании к роликам нужно иметь в виду что программа это незаконченный продукт она пока что на стадии разработки в бета-версии некоторые функции задуманные автором еще в программу не добавлены но тем не менее ей уже можно пользоваться и у нее есть уникальная возможность которых нет у других готовых продуктов главная особенность это фрезеровка платы по алгоритму с разбиением по диаграмме воронова об этом как раз мы сегодня будем разговаривать более подробно конечно программа гербер ту g-code может создавать управляющих программу для станка с чпу по стандартному алгоритму такому как это делает например программа copier cam или flat cam это простая гравировка по контуру проводящих медных дорожек в результате гравировки по такому принципу создается печатная плата которая в принципе выглядит так же как она разрабатывалась в программе разводчики в deep trace или в какой-то другой примерно так как вы видите сейчас на экране это фрагменты из прошлых видео этой серии сегодня мы будем делать ту же самую печатную плату но с использованием алгоритма разбиение по вороному георгий федосеевич вороной был русским математиком который жил в царской россии во второй половине 19 начале двадцатого века и конечно тогда понятия не имел что его математический принцип будет использован для изготовления печатных плат в двадцать первом веке в отличие от стандартной фрезеровки когда мы делаем контура дорожек при использовании алгоритма с разбиением или еще он называется мозаика воронова станок сделает только изоляционные промежутки прорези между дорожками это очень сильно ускоряет процесс изготовления печатной платы иногда в несколько раз возможно радиолюбители более старшего поколения помнят те времена когда мы делали печатные платы вручную с помощью ножа вырезали на стеклотекстолите или на гетинаксе такие изолирующие дорожки а сегодня в двадцать первом веке на станке с чпу мы сделаем печатную плату по этому методу с помощью программы герберту g код для того чтобы понимать о чем речь я советую посмотреть два предыдущих видео по ссылкам в описании но это для тех кто еще их не видел давайте запустим программу герберту g код слева есть вот такая область где нужно задать параметры g кода что вот здесь собственно написано параметры g код толщина стеклотекстолита у нас 1 и 6 толщина меди оставлю по умолчанию не знаю какая толщина меди пусть будет три сотки часто у самого дешевого стеклотекстолита толщина меди 18 микрометров насколько я знаю высота перемещений по z это высота на которую фреза или гравер или сверло поднимается над поверхностью платы для перемещения холостого от одной точки к другой я устанавливаю здесь два миллиметра обычно по умолчанию было 10 но нам не нужно тратить время на лишнее поднимание и опускание фрезы над поверхностью поэтому два достаточно начала погружения у нас будет 0 по z 0 . координат печатной платы также как и домашняя позиция инструмента пусть будет по нулям то есть оставляю по умолчанию с настройками общих параметров g кода в общем то все переходим к печатной плате давайте загрузим в программу один из гербер файлов которые мы подготовили в предыдущих видео идем в меню файл нажимаем открыть и выберем гербер файл с рисунками дорожек файл загрузился и на экране мы видим дорожки в нижнем слое печатной платы которые были импортированы из гербер файла программа правильно распознала тот факт что это у нас нижний слой в графе сторона видите написано низ но поскольку из deep trace я экспортировал гербер файл в зеркальном отражении нам нужно вот этот низ вот здесь поменять на верх кликаем и выбираем верх здесь конечно у вас может возникнуть законный вопрос а зачем я экспортировал из deep trace гербер файл в зеркальном отражении дело в том что другие программы такие как copper cam или flat cam автоматически не распознают сторону платы и для работы в этих программах нужно делать экспорт гербер файла в зеркальном отражении но если это нижняя сторона платы тогда после фрезеровки плата будет выглядеть нормально а не зеркально поскольку в видео об экспорте гербер файлов я это делал в расчете на то что вы может быть используете другие программы они гербер ту джи код поэтому я сделал экспорт так сказать как положено в зеркальном отображении если вы рассчитываете использовать только программу гербер ту джи код в последующем для генерации джи кода то галочку зеркальное отображение в deep trace можно не ставить тогда вам и здесь вот в этой программе в свойстве рисунка дорожек ничего не нужно будет менять я надеюсь что этот момент понятен это довольно простой момент но он важен потому что иначе после фрезеровки печатной платы вы вдруг сможете обнаружить что она у вас зеркальная и вам придется все переделывать у меня такое поначалу случалось наверху в панели инструментов ищем иконку вороной и кликаем по ней вот так она выглядит кроме того загорается подсказка слева открывается соответствующий инструмент где нужно задать его свойства вот здесь мы можем выбрать глубину фрезеровки здесь есть три предустановки можем фрезеровать или на глубину меди которые установили в предыдущем окне либо мы можем фрезеровать на глубину печатной платы я включу вот эту кнопку юзер пользовательская глубина и установлю глубину 0,1 миллиметра именно на такую глубину будет погружаться в плату кончик нашего гравера теперь нам нужно выбрать инструмент вот здесь выбрать из нашей базы данных которую мы приготовили заранее как это сделать я показывал в предыдущем видео и как видите у меня здесь есть несколько заготовленных инструментов с их параметрами мы будем использовать гравер вот этот гравер кликаем по этому граверу и вот здесь справа мы видим его параметр диаметр кончика две десятых миллиметра когда я покупал этот гравер было указано что его угол 30 градусов я измерил этот угол и вот он оказался если быть точным 27 и 5 нажимаем ok точность расчета по умолчанию стоит одна десятая миллиметра чем меньше это значение тем точнее будет рассчитываться кривая фрезеровки но тем дольше будет сам расчет если у вас быстрый компьютер можете поставить даже одну сотую но смысла в этом нет особого я оставлю вот как есть по умолчанию одна десятая миллиметра в последней версии автор добавил возможность задать ширину изоляционной прорези это полезно потому что тонкие изолирующие прорези зачастую очень неудобны их можно замкнуть легко естественно если мы зададим ширину которая больше диаметра кончика фрезы то фреза будет делать несколько проходов я хочу чтобы ширина канавки этой была не менее полумиллиметра поэтому ставлю здесь 0,5 миллиметра и в следующей строке мы можем задать название будущего файла g кода конечно потом можно переименовать поменять я оставлю по умолчанию вороной не танцуй не танцуй подо мной конь ты мой вороной удалой скоро будет хозяин другой у тебя конь ты мой вороной после этого просто нажимаем на кнопочку создать программа показывает что у меня не выбраны полигоны для работы как всегда я забываю их выбрать можно выбрать вот так мышкой а можно нажать кнопочку выбрать все нажимаем кнопочку выбрать все подсвечиваются все полигоны и снова нажимаем кнопку создать видим что программа очень быстро практически мгновенно создала наши траектории толщиной пол миллиметра здесь в списке файлов мы можем отключить отображение дорожек и посмотреть только на готовой траектории можно сохранить проект давайте сохраним проект выберем сохранить проект как назовем тест project вороной теперь файл для следующей операции пусть это будет сверление отверстий меню файл открыть и выбираем наш файл с экспортированными отверстиями обычно после deep trace это файл с расширением d.r.l. выбираем этот файл импортируем его и видим что он импортировался неправильно у него очень мелкий масштаб но не пугаемся это можно поправить всего в пару кликов обычно файлы сверловки после deep trace всегда импортируются вот именно так слева в дереве файлов кликаем правой кнопкой мышки на этом файле и выбираем изменить формат открывается небольшое окно в котором вот здесь вместо 3 на 4 нужно поставить 4 на 4 то есть заменить тройку на четверку и волшебным образом отверстия становятся на свои родные места мы импортировали файл сверловки теперь можно заняться подготовкой g кода для этой операции на панели инструментов нажимаем на вот эту иконку и включается режим подготовки сверловки настройки параметров сверловки довольно похожи на настройки предыдущего режима толщина стеклотекстолита у меня 1 и 6 миллиметра чтобы гарантированно просверлить насквозь я выберу пользовательскую глубину и задам глубину сверловки 18 следующий параметр там где надпись файл справа от этой надписи есть выпадающий список где можно выбрать нужный файл сверловки из имеющихся в проекте в нашем проекте только один такой файл тип обработки я выбираю только сверление и теперь нужно выбрать инструмент давайте нажмем здесь на кнопочку выберем инструмент теперь мне нужно выбрать сверло она у меня заготовлена вот здесь сверло диаметром 0,8 миллиметра параметры резания проход за раз у меня стоит здесь 5 миллиметров если здесь поставить меньше чем у нас глубина сверления в печатной плате то программа сделает сверление за несколько проходов нам это не нужно у нас сверление будет осуществляться за один проход и скорость шпинделя у меня стоит 800 оборотов в минуту для наших станков типа cnc это соответствует скорости где-то около 9000 оборотов в минуту все готово и теперь мы можем нажать на кнопочку создать программа создала g код вот он появился здесь в папке up то есть управляющие программы у нас появился вот этот файл сверловки давайте сделаем еще один файл g кода для обрезки платы по контуру снова идем в меню файл нажимаем открыть и выбираем гербер в котором находится контур нашей платы загружаем этот файл в наш проект появляется синий прямоугольник который как раз и есть контур платы слой контура платы в deep trace он называется board outline в принципе можно было бы экспортировать в один файл с дорожками но я бы вам посоветовал делать для контура платы отдельный гербер файл экспортировать этот слой в отдельный файл просто чтобы не было путаницы для создания g кода обрезки по контуру будем использовать тот же самый инструмент программы который мы использовали в прошлом видео для создания классических траекторий гравировки дорожек для вызова этого режима на панели инструментов нажимаем кнопку профиль чтобы программа создала именно траекторию обрезки они траекторию фрезеровки дорожек необходимо сделать еще одну вещь слева в списке файлов выбираем наш гербер с контуром платы нажимаем на нем на правую кнопку мыши и включаем для этого файла режим сырые вектора теперь программа будет игнорировать информацию о толщине линий в этом файле линии будут интерпретироваться просто как векторы дальше как обычно нужно задать глубину обрезки глубину фрезеровки в данном случае нам нужно фрезеровать на полную толщину стеклотекстолита здесь можно использовать или пользовательский режим вводя глубину вручную или можно использовать предустановку на толщину платы дальше нужно выбрать инструмент которым будет производиться обрезка нажимаем на вот эту большую кнопку выбрать откроется уже знакомая нам окно выбора инструмента обрезать плату по контуру я буду цилиндрической фрезой типа кукуруза диаметром 1 миллиметр есть у меня такие фрезы параметры которые мы задаем здесь для нашей фрезы влияют на скорость резания и на количество проходов на количество проходов обрезки влияет вот этот параметр который называется глубина в действительности это ограничение на максимальный слой материала которая может снимать наша фреза за один проход чем меньше это число тем менее мы нагружаем нашу фрезу но тем больше проходов будет создавать программа для достижения нужной глубины я поставил здесь очень маленькое число 0,3 миллиметра получается что для того чтобы разрезать стеклотекстолит толщиной 1,6 миллиметра нам потребуется 6 проходов вообще-то я пробовал этой фрезой отрезать и за один проход то есть сразу резать слой толщиной 1,6 миллиметра но получается довольно серьезная нагрузка на саму фрезу потому что у станка не очень высокие обороты шпинделя а также происходит нагрузка на крепление платы на столики станка поскольку я закрепляю плату просто двусторонним скотчем при большой нагрузке плата может немного сдвигаться это недопустимо вы можете поэкспериментировать на вашем станке с вашими фрезами с вашими материалами и выбрать оптимальную глубину погружения для одного прохода следующие важные параметры для обрезки это скорости во первых конечно эта скорость шпинделя как видите у меня здесь стоит ничего не значащее число 9000 в случае с нашими станками и их шпинделями любое прописанное здесь число больше 1000 включает наш шпиндель на максимальные обороты а максимальные обороты у него чуть больше 10000 об этом я уже много раз рассказывал скорости движения по осям в наших станках соответствует действительность то есть тому что вот здесь прописано рабочая подача у меня три миллиметра в секунду это чуть быстрее чем при гравировке дорожек при гравировке я включаю 2 миллиметра в секунду а скорость погружения вот стоит 4 миллиметра в секунду можно написать и больше и 8 и 10 миллиметров в секунду нужно иметь в виду что все эти параметры запоминаются для каждого инструмента в базе данных инструментов программ никто не мешает вам создать несколько копий одного и того же инструмента например вот этой самой фрезы кукуруза и для разных условий для разных материалов для разных режимов работы прописать разные параметры разные скорости разную глубину дать вразумительное название этим инструментом и потом вы не будете уже тратить время на все эти настройки просто выберите нужную копию инструмента с нужными параметрами для нужного действия то же самое и для граверов и для сверел расположение контура естественно выбираем снаружи чтобы наша обрезка не наехала на дорожке печатной платы мостики в обрезке я обычно не делаю мне просто лень и так все нормально работает название будущей управляющей программы оставляем по умолчанию и нажимаем кнопку создать опять же я забыл выбрать контур выбираю контур и нажимаю создать все программа создала контур для обрезки платы по периметру толщиной 1 миллиметр 1 миллиметр потому что такой диаметр моей фрезы таким образом друзья у нас на данный момент созданы все необходимые управляющие программы для производства печатной платы при желании можно создать еще один процесс он не является необходимым но возможно в некоторых платах он желателен сейчас я объясню в чем дело один из недостатков фрезеровки по воронову это то что вместо узких дорожек и маленьких пэдов создаются большие полигоны меди и во время пайки выводов деталей очень активно отводится тепло по этим медным полигонам и паять не очень удобно иногда приходится повышать температуру жала паяльника программа позволяет избавиться от этого недостатка создав вокруг отверстий термоизолирующие прорези в фольге примерно так как это делается в разводчиках печатных плат если вам не лень вы можете задействовать также эту функцию и создать еще одну управляющую программу для гравировки вот этих прорезей для этого в программе есть специальный режим давайте в него войдем режим называется термоизоляция и включается вот этой иконкой нажимаем на нее естественно сразу нужно задать глубину погружения фрезы это будет у меня 0,015 глубину погружения дальше нужно выбрать правильный инструмент давайте выберем гравер тот самый гравер который мы гравировали сами дорожки и вот в этом списке мы видим все наши педы все педы которые есть печатное платье они сгруппированы все одинаковые педы сгруппированы по параметрам и здесь можно включить и отключить создание термальных вот этих изолирующих прорезей для каждого педа для любого педа в платье можно отключать целыми группами вот например вокруг крепежных отверстий мне не нужно создавать термальные промежутки зачем дальше вот на этих больших прямоугольных педах вот это будут прорези а здесь вот именно проводящие участки эти проводящие участки я бы хотел сделать больше это делается вот здесь у нас есть параметры давайте для всей группы зададим 1 миллиметр эти увеличилась толщина вот этих проводящих участков у нас появилась еще одна управляющая программа она называется термо это термоизоляция отдельной операции мы сможем это дело про фрезеровать если у нас будет на это желание и необходимость у нас все готово есть у нас четыре управляющих программы вот сейчас они все в включены у меня теперь каждую управляющую программу я сохраняю в отдельном файле на диске сохранить управляющую программу я создаю здесь еще одну папку называю ее g код и по очереди сохраняя все файлы это вороной это сверловка сохранить управляющую программу внешний контур для обрезки печатной платы по контуру и термальные границы и мы видим что у нас вот здесь где g код появляются четыре файла с расширением тэп это обыкновенные текстовые файлы мы можем их открыть вот так в блокноте посмотреть что они собой представляют они представляют просто набор команд g кода и на этой веселой ноте друзья я сегодняшняя третье видео из данной серии закончу в следующем четвертом ролике мы уже как-то отойдем немного от компьютерного мира в мир реальный зарядим наш станок с чпу сделаем уже физически эту печатную плату усилителя запаяем детали посмотрим как усилитель будет работать подписывайтесь на канал mbs electronics друзья оставляйте ваши комментарии чем больше комментариев тем лучше это поможет продвижению видео а я с вами временно прощаюсь до свидания всех благ спасибо за просмотр! Продолжение следует...